Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова программа Диалог. С вами я и ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня председатель территориальной избирательной комиссии Щелковского муниципального района Герман Верницкий. Добрый вечер, Герман Игоревич. Здравствуйте, спасибо огромное, что пригласили. Понятно, что встреча наша сегодня не случайна, потому что до, наверное, главного политического события текущего года выборов президента России осталось меньше трех недель. Во все идет избирательная кампания, но мы с вами будем говорить о ваших функциях, о тех, кто, как говорится, остается за кадром, наверное. Вообще, мы все знаем, что такое ЦИК, Центр избирком, примерно знаем, я имею в виду зрителей, что такое областной избирком, областная избирательная комиссия. Ну вот, а что такое территориальная комиссия применительно к нашему району? Вообще, какие функции она выполняет, какова ее структура, состав, ну и так далее? Ну, знаете, хороший вопрос. На самом деле, вот чуть отступлю, да, хочу сказать, что территориальная избирательная комиссия, она, в принципе, входит в систему специально государственных органов, да, которые созданы для реализации государственных функций по организации и определения результатов выборов, да. Но, если более проще, да, то территориальная избирательная комиссия – это независимый коллегиальный орган, обеспечивающий проведение выборов, да. Формируется она на основе предложений от политических партий, а также предложений представительных органов муниципальных образований по собранию избирателей, по месту работы, учебы или службы. Обычно в территориальную избирательную комиссию входит от 5 до 14 человек. В нашу входит 12. Соответственно, 7 человек у нас выдвинуты политическими партиями, а 5 у нас выдвинуты собранием избирателей по месту своей работы. Соответственно, у нас комиссия в 2016 году, полномочия заканчиваются в феврале 2021 года. Структура у нас такая, то есть в комиссии есть председатель, ваш покорный слуга, заместитель председателя и секретарь. Это вот три руководящие должности. Остальные члены комиссии с правом решающего голоса. Ну, мы все с правом решающего голоса. Ну, собственно, вот три, как скажем так, должности выше и остальные более немножко ниже. Хотя все мы равны и все вправе исполнять одинаковую работу. Ну, а как вообще утверждается состав комиссии? Вы сказали, что, скажем, 7 представителей партий входит. Понятно, что это не только парламентские партии. Не только парламентские, конечно, да. Партии, которые представлены на территории нашего района. То есть парламентские партии и любые другие, которые входят, которые представляют интересы наших избирателей, наших жителей на территории нашего района. Ну, а вот именно такое количество, 12, как вы сказали, от 7 до 14 человек. Почему вот именно 12? Это определено численностью населения. И все-таки численность комиссии определяется комиссии субъекта, в данном случае избирательная комиссия Московской области. Но основывается она, естественно, на численности. Ну, это вот тик, да. Так нормально говорите аббревиатура? Да, да, это нормально абсолютно. Территориальная избирательная комиссия – это верхушка, голова, так скажем, мозг, как угодно, да, говорите, руководящая и направляющая рука. Да, но тем не менее, наверное, все-таки основная тяжесть, да, основная забота в обеспечении выборов ложится на участковые избирательные комиссии, которых у нас, насколько я знаю, почти полторы сотни в районе, да. Вот что из себя они представляют? Вы знаете, это тоже очень хороший вопрос, ведь абсолютно право. Основная тяжесть, скажем так, лежит именно на участковых избирательных комиссиях. Они у нас, как пчелки, работают, и им огромная благодарность. Просто даже вот задуматься на секунду, у нас 1086 членов участковых, членов УИК, да, с правом решающего голоса, которые входят в наши 137 участковых избирательных комиссий. Ну, стоит сказать также, что участковая избирательная комиссия у нас также входит в систему специально государственных органов, то есть в систему комиссий, да, она просто отвечает выборы уже непосредственно на своей территории. Формируется она у нас также на основе предложений политических партий, не менее одной второй комиссии должны находиться представители партии. Да, а также предложения собрания избирателей уже непосредственно по месту жительства, также по месту службы или по месту учебы. Соответственно, выдвигаются предложения, мы эти предложения рассматриваем, собираем заявления, вводим их, так называемый резерв, который передаем в избирательную комиссию Московскую область, там он утверждается, а потом на своем заседании, голосованием, вводим их в состав данных комиссий. Хочу сказать, что вот у нас перед каждыми выборами за 50 дней начинается набор в состав участковых избирательных комиссий, то есть вот это так называемые наши. То есть они не на постоянной основе работают? Они на постоянной основе, но люди уходят, люди приходят, то есть кто-то приезжает в другой район, кто-то заканчивает работу, соответственно, появляются свободные места. И по законодательству мы каждые выборы за 50 дней объявляем набор в состав участковых избирательных комиссий. Соответственно, любой желающий, любой житель района, вообще любой гражданин Российской Федерации, если он проживает на территории района, может быть выдвинут, соответственно, со своей службы, с работы, по месту жительства в любую участковую избирательную комиссию. Пожалуйста, ждем, кстати, у нас после выборов полномочия большинства комиссий заканчиваются, мы будем их формировать заново, поэтому милости просим. Ну, а вот вы сказали только, кто живет в нашем районе, или, допустим, может он живет в соседнем, а работает в Шелковском районе, может стать членом УИК? Конечно, и вот могут по месту работы выдвинуть, да, в члену УИК обязательно, абсолютно точно. Ну, и вот тогда конкретно, да, чем они занимаются сейчас, вот в самый такой горячий период, что называется? Горячий, горячий период. Вы знаете, у них, на самом деле, обязанностей огромное количество. Люди, кто работает давно в комиссиях, да, они уже привыкли, ну, реально к тяжелой работе. На самом деле, вот немножко я не остановился в самом начале по поводу территориальной избирательной комиссии, буквально два слова. Территориальная избирательная комиссия работает не только в период подготовки выборов, она работает практически круглый год. Эта работа немножко не видна, да, но все-таки она идет. Вот участковая избирательная комиссия у нас, она в эту декаду, в эти выборы, скажем так, наше главное политическое событие этого года, они начали работать у нас уже с 16 февраля. Хотя подготовительная работа, обучение, это началось еще, наверное, даже в конце ноября, да, то есть какое-то формирование. Сейчас они занимаются следующим, они дежурят, принимают заявления от граждан, о чем-то, наверное, с вами поговорим, поговорим дальше. Занимаются документооборотом, готовят решения, строго следуют законодательству. — И еще тогда один вопрос такой, который касается участковых избирательных комиссий. Я знаю, что буквально накануне, то есть вчера в Матейщих прошел большой представительный форум представителей, извините за тавтологию, представителей участковых избирательных комиссий. Причем на сайте Мособлазберкома он анонсировался как впервые проходящий, что более 4 тысяч участников. Вот, если можно, скажите, какие вопросы там поднимались, что говорили представители МУИК? — Ну, знаете, действительно, впервые такой огромный представитель со всей Московской области, 4200 человек действительно собирались в Матейщих, на арену Матейщих. Все наши председатели, 137 человек, организовано, спасибо администрации, Щелковского района предоставили автобусы, действительно поехали туда. Вы знаете, поднимались вопросы самые важнейшие и животрепещущие. Во-первых, выступала представитель избирательной комиссии Московской области Ирина Анатольевна Коновалова, были представители правительства Московской области, представители аппарата избирательной комиссии Московской области. Основные вопросы были по, естественно, изменениям в законодательстве, которые произошли у нас в прошлом году, по новому законодательству мы живем, избирательному я имею в виду, да. Рассказывали о подготовке, организации выборов, как занимается комиссия в день голосования, давали напутственные слова, рассказывали, отвечали на вопросы. В общем, было достаточно интересно, скажем так, полезно, потому что я с многими председателями действительно потом разговаривал лично. Говорю, ну как, не зря было потрачено время, действительно, не зря, действительно интересно и полезно. То есть люди даже записывали, хорошо, спасибо, то есть организатор, интересно, интересно было очень мероприятие. Ну, а теперь вот как раз о практической стороне вопрос, так скажем, мы сказали, что произошли достаточно кардинальные изменения в избирательном законодательстве в прошлом году, ну, соответственно, впервые на практике они применяются вот уже только сейчас, в марте нынешнего года при выборах президента России. Если можно конкретно, вот что за изменения? Да, спасибо за вопрос. Вопрос действительно важный и интересный, который я сам хотел вас попросить, ну, то есть дать время, чтобы на нем рассказать. Ну, знаете, я перечислю наиболее важные из них, да, которые интересны именно нашим избирателям. Первое я хочу сказать, да, то есть и самое главное, как я вот считаю, у нас отменены открепительные удостоверения. Мы все с вами помним о том, что людям, которые, допустим, живут, работают, любят на территории района, то есть участвуют у нас в жизни района, но при этом не зарегистрированы. Им, чтобы проголосовать на государственных выборах, да, то есть на выборах президента или выборов в Государственную Думу, им приходилось возвращаться по месту регистрации. То есть, допустим, человек живет у нас в Щелково, ну, или в Монино, да, в любом из наших поселений, ему приходилось зарегистрировано, допустим, условно говоря... На Камчатке. На Камчатке. Это вот вообще прям здорово. И человеку приходилось за свой счет брать билет на поезд или на самолет, лететь непосредственно в свой регион, приходить в свою участковую избирательную комиссию, брать это крепительное удостоверение и лететь обратно, чтобы иметь возможность воспользоваться. Ну, и положа руку на сердце, конечно, я думаю, немногие так поступали, особенно если кто живет, вернее так, зарегистрирован очень далеко. Да, 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 да. Естественно, люди в силу обстоятельств этим, ну, очень малого права народу так делало, избирателей так делало. Поэтому сейчас у нас эту ситуацию убрали, да, так называемое электоральное рабство. Ну, то есть фактически привязка к своему месту жительства. Хотя активное избирательное право у нас описано в Конституции, как мы все знаем. Теперь у нас есть такая интересная, как скажем, можно сказать, вещь, да, или как правильно о ней рассказать. Любой у нас человек, любой избиратель, житель Щелковского района, приезжий, может подать так называемое заявление. Что такое это заявление? Это заявление на открепление или прикрепление. Что значит открепление? Допустим, человек знает, что он уезжает в день выборов в командировку к друзьям, к родственникам. Он в своем заявлении указывает, что я уезжаю туда-то, туда-то. Они приходят, перечисляю пункты, где это можно сделать, да, это территориальная избирательная комиссия, любая участковая избирательная комиссия. То есть если касается нашего района, то есть в любую из этих 137 УИК можно прийти? И причем здесь я вот хочу подчеркнуть, что они работают как хаб, они принимают всех граждан Российской Федерации, независимо от того, где они прописаны, куда они уезжают, ну то есть куда они открепляются или наоборот прикрепляются. Они именно работают как какие-то дата-центры, то есть вот именно интересно. Или же в МФЦ, да, многофункциональный наш центр, в любой филиал, да, расположенный на территории района, и подают заявление, причем они не пишут заявление, они просто приносят с собой паспорт и говорят, что я гражданин Российской Федерации, такой-то, такой-то, хочу проголосовать там-то. И операторы, соответственно МФЦ или операторы так называемых пунктов приема заявлений, ППЗ сокращенно, да, то есть территориальная избирательная комиссия или участковая избирательная комиссия, находят в специальном справочнике, в специальном программное обеспечении его установлено, где перечислены все участковые избирательные комиссии на территории Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации, ну там, где естественно организовано голосование. Принимает у человека, человек спокойно, никуда не уезжая, прикрепляется в наш район, туда, где ему удобно проголосовать, где он живет или в день выборов будет находиться. И, соответственно, он получает такую возможность. Да, я еще забыл сказать, что это можно сделать и на сайте госуслуг. Все то же самое. Может, кому-то проще воспользоваться именно такой электронной версией. Единственное, здесь нужно учесть один момент. Такое заявление можно подать только один раз. То есть человек должен сразу определиться, что я буду голосовать там-то. Любая повторная подача заявления будет на уровне системы ГАЗ-выбора. Это специальная сеть, которая у нас управляет всем нашим выбранным процессом. Они будут отсекаться. И действительно будет только первое заявление. Я немножко хочу подробнее остановиться вообще на этих заявлениях. Во-первых, я хочу сказать четко, что с 25 февраля 2018 года, то есть буквально два дня назад, начали приниматься участковых избирательных комиссий, как вы правильно ответили. Каждый день по будням с 4 часов дня, с 16.00 до 8 часов вечера. В субботу и воскресенье, соответственно, с 10 часов утра до 2 часов дня. Причем строго. Поэтому в эти часы любой наш житель может прийти и подать такое заявление. Территориальная избирательная комиссия уже у нас месяц принимает эти заявления. Мы работаем в то же самое время. Еще раз повторюсь. С 16.00 до 20.00 в будние дни. И с 10.00 до 14.00 выходные дни. Праздничные дни считаются как выходные дни. Поэтому мы эти заявления будем принимать до 14.00 17.00. То есть до 17.00 до 2 часов дня вы можете приходить в любой указанных точек или комиссии и подать такое заявление. Единственный нюанс. С 13.00 марта, вот это внимание важно, с 13.00 марта заявление можно будет подать только в участковых избирательных комиссиях. Это будет специальное спецзаявление с так называемой маркой с серийным номером, которая будет иметь определенный штрих-код. Это марка строгой отчетности. Поэтому обратите внимание, то есть если вы хотите успеть в МФЦ или к нам в территориальную избирательную комиссию, до 12.00 числа включительно. С 13.00 числа только в участковых избирательных комиссиях. Но не важно в какую, по месту регистрации или... Не важно в какую. Какую нашел, да, первым делом. Какую нашел, какая понравилась, в ту комиссию мы и идем. Поэтому такая вот у нас сейчас вот такое важное, важное, достаточное изменение, да, которое наше, там скажем, опять же, повторюсь, электоральное рабство отменено. И вот эта вот система мобильного избирателя, о котором говорят и представители Центральной избирательной комиссии, избирательной комиссии Московской области. Вы знаете, уже вот она работает, честно вам скажу, что последние... Вначале очень скептически к этому относились, потому что за вот этим фасадом приема заявлений проведена огромная работа, как Центральной избирательной комиссии, избирательной комиссии Московской области, так и Территориальной избирательной комиссии. И участковыми, главное, избирательной комиссии. Люди учились, приезжали на семинары к нам, которые мы проводили. Ну, непростая задача была. Но сейчас показывает, что люди ходят, люди знают, люди приходят, пользуются. И каждый день количество заявлений как на открепление, так и на прикрепление у нас растет. Ну, чтобы еще раз подтвердить ваши слова, как говорится, визуально, я предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет, который мы снимали, конечно, для наших избирателей и для Территориальной избирательной комиссии. Буквально две недели назад, когда вся эта кампания началась, о том, что такое мобильный избиратель. Это вот как раз то, о чем говорил Герман Игоревич. Возможность отмены электорального рабства, да, и возможность открепиться, прикрепиться для того, чтобы проголосовать на любом избирательном участке нашей страны. Давайте посмотрим. Мобильный избиратель. В 2017 году в России появился новый механизм, позволяющий исполнить свой гражданский долг не только по месту регистрации. Ушли в прошлое открепительные удостоверения. Теперь проголосовать на любом удобном для избирателя участке стало значительно проще. Заявление можно подать в МФЦ, территориальную или участковую избирательные комиссии. Информировать избирателей о новых возможностях, связанных с изменениями законодательства, планируют действительно активно. В рамках проекта «Мобильный избиратель» введена новая практика. Члены участковых избирательных комиссий и сотрудники МФЦ должны буквально достучаться до каждого жителя, провести обход как многоквартирных домов, так и частного сектора. Так что, если увидите на своем пороге членов избирательной комиссии или сотрудников МФЦ, не стоит удивляться или пугаться. Разве что вспомнить о том, что отдать свой голос в день выборов – гражданский долг каждого. Обходы продлятся с 12 февраля по 5 марта. Подать заявление о голосовании на любом удобном для вас участке можно до 12 марта. Ну вот, я хочу сказать о себе. Я уже тоже воспользовался так называемой услугой «Мобильный избиратель». Буквально сегодня пришел в территориальную избирательную комиссию. Почему, могу так сказать. Да, я когда-то и жил, и работал в Щелковском районе, сейчас вот только работаю, живу в соседнем районе. И, естественно, знаю, что 18 марта, в день выборов, я буду на рабочем месте, скорее всего, с 8 утра до 8 вечера, возможно, даже и дольше. Поэтому проголосовать по месту регистрации у меня возможности никакой не будет. Но я решил, что могу сделать это, так сказать, поблизости от работы. Сразу обращаясь к нашим зрителям, заняло это время не так много, буквально, ну, не знаю, 7-8 минут я не засекал. Ну, я думаю, до 10 минут, при том, что... Как-то долго они работали. Стоял в небольшой очереди даже, потому что передо мной тоже был человек, который... Ну, только я вот прикреплялся к нашему району, а дама передо мной, она, наоборот, откреплялась, потому что она уезжает куда-то именно на эти выходные. Поэтому приходите, тем более, что Герман Игоревич сказал, сейчас до 12 февраля, 12 марта, да, извините, включительно можно приходить и в территориальную комиссию, и в МФЦ, и в УИКИ, участковую комиссию, да, и потом уже вот с 13 до 17 только в УИКИ. Я, вы знаете, еще, извините, забыл сказать самое главное. У нас вот пункты приема территориальной избирательной комиссии расположены не только в здании администрации на площади Ленина-Вщелково, но и в здании администрации Монина и Фрянова. Территории отдаленные, да, ну, то есть люди у нас могут прийти и туда, то есть помимо участковых избирательных комиссий, еще есть 2 точки пункта приема ППЗ, именно ТИК. Да, ну, то есть если люди хотят, здание администрации Монина и здание администрации Фрянова. Ну вот да, я говорю, так что теперь осталось просто только с паспортом прийти на избирательный участок, вот мне подтверждающий документ, даже я положу, покажу, это называется отрывной талон заявления о голосовании по месту нахождения, то есть по месту нахождения в то самое место, где вы будете находиться 18 марта. Ну а теперь давайте еще возвращаясь к видеосюжету, который мы посмотрели, речь идет, речь там шла о том, что сотрудники участковых избирательных комиссий обходят наших жителей, но наверное не всех, да, тем не менее стараются делать это максимально полно, да, вот для чего нужен этот, так скажем, поквартирный обход? Тоже хороший вопрос, хотелось бы нашим жителям об этом рассказать. Наши члены участковых избирательных комиссий занимаются информированием избирателей, я хочу подчеркнуть и понять всех жителей, мы члены УИК не занимаемся агитацией, мы не агитируем ни за каких кандидатов, мы строго в соответствии с законодательством занимаемся информированием жителей. Все наши сотрудники участковых избирательных комиссий, члены участковых избирательных комиссий одеты в специальную одежду, они имеют специальные накидки, синие жилеты с надписью «Выборы». У них у всех есть значки членов участковых избирательных комиссий, у них у всех есть удостоверение. Любой член участковой избирательной комиссии, если у кого-то вызывают сомнения при обходе, всегда можно позвонить в территориальную избирательную комиссию, да, и уточнить по фамилии, является ли он членом УИК. Теперь переходим к главному. Для чего? Как показывает практика, многие избиратели, не скажу все, не большинство, но многие, даже в день выборов не знают, что идут выборы. Или наоборот, знают и хотят проголосовать, но не знают, где находится их участок. Очень много у нас пожилых людей, которые хотят проголосовать, но в день выборов могут себя почувствовать или за несколько дней плохо, или же инвалидов, или же людей, которые просто не информированы, не знают как. Наши члены участковых избирательных комиссий ходят и рассказывают о процедурах возможных, об откреплениях, вот как я сейчас вам рассказываю, прикреплениях, о нахождении участков, рассказывают, какие адреса, куда, отвечают на вопросы. Отвечают на вопросы любые, касающиеся именно выборов. Они ходят и заходят в каждую квартиру, рассказывают, говорят с избирателями, но если с ними не хотят разговаривать, они не предъявляют никаких претензий, они просто уходят. Кстати, надо отдать должное нашим жителям, даже на чай приглашали, и не раз, и не два. Встречали. Это допускается в рабочее время? Люди, ну, как вам сказать? Другие минуты для ваших сотрудников. Ну, наверное, допускается, но если избирателей позвали попить чай, ну, как здесь можно отказать? Тем более, я же говорю, что у нас нет какой-то цели, да, то есть узнать какие-то лишние данные, кого-то там агитировать за что-то. Мы именно идем информировать, да. Поэтому, вот, поверьте мне, случаев таких, чтобы на членов УИК набрасывались у нас вот с кулаками, ну, не было. Вот, реально, большинство позитивов, да, где-то не открывали двери, где-то боялись, ну, понятно, да, это... Но вы имеете вот нынешнюю избирательную компанию. Да, 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 да. Вы знаете, у нас вообще такой вот квартирный обход первый раз, хотя у других регионов была такая практика. Ну, я считаю, что это, опять же, положительное решение. Поэтому, вот, вкратце, для чего идут? Для информирования, для рассказа, для того, чтобы подсказать, как, что, почему. Опять же, для того, чтобы люди могли воспользоваться своим активным избирательным правом. Скажу вам сразу, у нас уже прошло две волны обхода. Первая, вторая у нас была совмещенная. Она сейчас практически заканчивается. Ну, какие-то, где-то кто-то не успел дойти, еще день-два, наверное, будут ходить. А следующий начнется 6-го числа, 6-го марта. Надо там продлиться 5-7 дней. Опять же, люди пойдут еще раз в те квартиры, куда они не попали по тем или иным причинам. Ну, кого-то не было на месте, кто-то уехал. Поэтому попытаются еще раз рассказать, показать, в общем, всячески людям донести информацию до того, для того, чтобы они могли спокойно дойти до своих избирательных участков и уже были полностью информированы. Это вот так. Ну, а есть какие-то данные, ну, опять же, со слов вот тех, кто ходит по квартирам, так будем говорить, хотя, наверное, не только это многоквартирные дома, да, но и частный сектор. Какие вопросы вот чаще всего задают жители? Ну, знаете, есть, конечно, да. То есть вот статистика есть, да, озвучивать ее короновато, но, естественно, с людьми разговариваем. Основных вопросов несколько. Открепление, прикрепление по телевизору у нас по основным каналам идет реклама, реклама висит везде у нас. Ну, мы эту тему разговаривали уже сами. Да, да. Люди спрашивают еще раз, как, что и почему, куда. Ну, соответственно, им объясняют. Самый главный вопрос у пожилых людей. То есть переживают люди голосовать, хотят идти, но переживают, что будут плохо себя чувствовать. Это надобное голосование. Ну, мы, наверное, потом коснемся, да, с вами я подробно расскажу, как, что. Также люди, ну, кто-то отказывается, есть таких очень мало, да, то есть отказывается, не пойду и все. Не пойду, да, не пойду и все. Ну, тут мы, как говорится, не пойдете, не пойдете. У нас задача другая, у нас задача рассказать. Вот основных два. Прикрепление, открепление, голосование на дому. Вот такие вот. Ну, еще, конечно, вопросы людей есть, где мой избирательный участок, да, где он находится. Естественно, член УИД, поскольку они сами с этого участка, они идут по своим адресам, они, многие из них уже работают, и по 10 лет есть люди, да, они сами все знают, где что находится, да, идут, рассказывают, показывают. Ну, вот в качестве сравнения, да, вот вы пришли сегодня к нам на телевидение, да, и мы с вами тоже являемся таким неким поквартирным обходом. Все, кто нас смотрит, задавайте свои вопросы. Напоминаю, 496, код города, 567-1440, 567-1450 в прямом эфире. Председатель территориальной избирательной комиссии Щелковского муниципального района Герман Верницкий ответит на ваши вопросы. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440, 567-1450. Звоните, задавайте вопросы моему гостю. Сегодня в гостях у меня председатель территориальной избирательной комиссии Щелковского муниципального района Герман Верницкий. Еще раз добрый вечер, Герман Игоревич. Продолжаем с вами говорить о том, чем занимается избирательная комиссия нашего района, ну и, естественно, в свете подготовки уже совсем скорых выборов президента России, которые, напомню, состоятся в воскресенье 18 марта. Это, вот уже говорили о том, оно о тех новшествах, которые, будем считать, да, с этого года были введены в прошлом году, применяются практически уже в этом. Отсутствие ликвидации, так скажем, открепительных удостоверений, или отмена электорального рабства, как вы выразились, наверное, уже такой устоявшийся термин. Ну и, соответственно, хотелось бы поговорить еще о том, ну о том, что было и раньше, но тем не менее, наверное, все равно продолжает практиковаться, я имею в виду надомное голосование, кто может голосовать на дому, как это сделать, ну и, наверное, вот сроки, да, когда нужно давать заявки. Ну, немножко остановлюсь вообще, что такое надомное голосование, да, это ничего в этом особенного нет, оно практикуется у нас очень давно, то есть в день голосования два члена участковой избирательной комиссии приезжают на дом с бюллетенями, ну, соответственно, с мобильным, с масс-мобильной урной, да, куда у нас, соответственно, эти бюллетени можно положить, проголосовать. Теперь, что нужно нам для того, чтобы проголосовать на дому? Очень просто, всего лишь, нужно либо позвонить в участковую избирательную комиссию по телефону, и сказать, что я в свою участковую избирательную комиссию, на этот раз в свою, я такой-то, такой-то, живу там-то, там-то, болею, хочу проголосовать на дому. Начинается это, такая возможность предоставленная за 10 дней, до дня голосования. То есть участковая избирательная комиссия у нас уже за 10 дней в полном разгаре, у нее уже на руках списки, печати, все атрибуты, они занимаются вычищением так называемого списка. Люди приходят, себя проверяют. И вот в этот момент за 10 дней можно звонить и говорить о том, что я хочу попросить, чтобы у меня проголосовать на дому. Но, более того, если у вас нет телефона, вы можете попросить соседа, друга, внучку, дочку, родственника, любого человека. Информация по сарафанному радио, донесенная до члена УИК, ну, естественно, по телефону, или же непосредственно в комиссии, является основанием для занесения в специальный реестр голосования на дому. То есть кто-то может прийти в УИК и оставить заявку, так сказать? Да, сосед, друг, родственник. То есть вдруг у человека нет телефона или ему сложно позвонить. Соответственно, его в этот реестр вносят. Ну, то есть, допустим, фамилию, имя, отчество, ну, или даже фамилию и адрес. Что происходит дальше? Такие заявки, кстати, принимаются до 2 часов дня в день голосования. Вот я как раз хотел спросить, крайний срок. Крайний срок. То есть даже в день голосования, ну, так утром проснулся, почувствовал себя плохо, не могу идти, до 2 часов имеешь право. Абсолютно точно, да, да, да. То есть это вот, это очень важно. То есть поймите правильно, что не то, что вы, допустим, не успели, да, там, а заболели в день, ну, или почувствовали себя плохо. Конечно, именно в этот день, в день голосования, до 2 часов, вы, опять же, информируете через друзей, родственник, знакомых, или телефонным звонком, и, собственно, к вам комиссия приедет НАДО. Что бы я хотел подчеркнуть? Вот, пожалуйста, уважаемые избиратели, уважаемые жители района, я сейчас продиктую телефон территориальной избирательной комиссии, потому что понимаю, что многие жители, которые именно хотят проголосовать на дому, могут что-то не знать, вдруг до них не дошли. Вы всегда можете позвонить нам, и мы подскажем и расскажем любую информацию, как для вас, так и вообще для любых людей, которые интересуются нас непосредственно выборами. Вот, смотрите, телефон 496-566-9740. 4-9-6-566-9740. То есть вы можете получить любую необходимую информацию. Здесь же я хочу еще подчеркнуть наших уважаемых жителей, которые не прописаны. Ведь возникает у нас вопрос, а если человек у нас не зарегистрирован на территории района и хочет проголосовать на дому, его же тоже нужно внести в списки, он же тоже должен у нас прикрепиться, скажем так. Да, вначале прикрепиться, а потом сделать заявку на домное голосование. Ну, допустим, приехала мама сюда к дочке, условно говоря, и заболела. Прописана она, ну, допустим, в Москве. Она же в списках в Москве. Пойти она не может. Вот здесь возникает второй момент. Наши члены участковой избирательной комиссии придут и примут у такого человека уже сейчас. То есть когда идет прием заявлений, на дому они приедут и заполняют так называемый экземпляр заявления с самописной, то есть записанной от руки. Ну, там какой-то определенный шаблон будет. Человек просто впишет сам фамилию и распишется. И там он попросит прикрепиться к тому УИКу, непосредственно, на котором он хочет проголосовать. Он попадает в списки. Там же он может сразу оставить заявку о том, что я хочу проголосовать на дому. Его внесут в специальный реестр. Обращу внимание, что это касается только тех, кто не зарегистрирован на территории района. То есть, опять же, вот это у нас знаменитое, как сегодня уже, прикрепление и открепление. То есть у нас с вами два фактически тезиса. Если вы зарегистрированы на территории района, вы просто обращаетесь в участковую избирательную комиссию. Один раз. А если вы не зарегистрированы, вы обращаетесь два раза. Первый раз прикрепляетесь, второй раз, соответственно, обращаетесь для голосования. Хотя вы можете первый и второй раз совместить и сразу проинформировать о том, что вы хотите проголосовать на дому. Уважаемые жители, не стесняйтесь. Любые вопросы по надомному голосованию, вот любые, да, какие у вас возникают, пожалуйста, звоните в территориальную избирательную комиссию. Мы все подскажем и расскажем. Ну а теперь давайте о тех изменениях, которые касаются непосредственно жителей нашего Щелковского района. Не секрет, что в последние годы район активно застраивается, так скажем. Это касается и городского поселения Щелково, и других поселений. Их буквально за год, за два вырастают новые жилые дома, многоквартирные, естественно, и неизбежен приток населения, который, понятно, наверное, в большинстве своем все-таки регистрируется по месту жительства. Ну, сейчас мы не будем говорить, конечно, в абсолютных цифрах, да, сколько людей, так скажем, приехало, сколько потенциальных избирателей приехало за последний хотя бы год-два, я думаю, что еще приедут. Но, тем не менее, наверное, это исчисляется количество, конечно, тысячами людей, если посчитать хотя бы просто количество домов, построенных за последний год-два, да, чисто визуально. Поэтому, наверное, и появились новые избирательные комиссии участковые, да, хватает на новых жителей района, ваших старых сотрудников, так скажем. Ну, знаете, да, действительно, опять же, хороший вопрос. Знаете, мы еще, наверное, в октябре месяце начали процесс формирования новых комиссий. На самом деле, да, опять же, по рекомендации избирательной комиссии Московской области, они, опять же, получили указание центральной избирательной комиссии о реорганизации участковых избирательных комиссий, где численность превышала у нас 2000 избирателей, да, 2000 избирателей многовато на комиссию все-таки. Поэтому было принято решение, такие комиссии, скажем так, по-русски разделять, да. То есть у нас было произведено, изменены границы 40 участковых избирательных комиссий и добавлено 17 новых. У нас было 120 комиссий, а сейчас 137. То есть дополнительно новых комиссий 17. Я, кстати, вот здесь хочу обратить внимание, что на сайте территориальной избирательной комиссии, ой, на сайте администрации Щелковского района в разделе территориальной избирательной комиссии есть информация полная по всем нашим участкам с адресами расположения, как самих участков, так и теми адресами, которые непосредственно имеют отношение к каждому участку, то есть так называемым составом избирательного участка. Так что вот таким образом у нас теперь 137 комиссий. Мы считаем, что это, опять же, положительное было решение. Людям будет намного проще в плане, во-первых, доступности расы, а во-вторых, меньше избирателей, меньше очередей, веселей проходит процесс голосования. Да и самим членам участковых избирательных комиссий, конечно же, легче. Ну и вот, опять же, так скажем, и для новых жителей нашего района, ну и, может быть, тех, кто попал под это изменение, структурное изменение участковых комиссий, как вот можно быстро просто узнать, где находится вот именно твоя участковая комиссия? Ну, вариантов в данном случае несколько. Во-первых, сразу скажу, что они где-то, если они новые созданы, комиссии, они не расположены где-то там на другом конце города, они расположены обычно в пределах того микрорайона, где непосредственно люди живут. Будет чуть-чуть неудобства, но привыкли люди, допустим, ходить сюда, ну, например, в какую-то школу. Ну, обычно мы старались, опять же, по местам, да, то есть, которые администрация может себе предоставить, то есть, чтобы это было рядом как-то это для удобства, опять же, жителей. Посмотреть это можно, еще раз повторюсь, на сайте администрации Щелковского района, в раздела территориальная избирательная комиссия. Можно просто позвонить в территориальную избирательную комиссию. Можно вообще зайти в любую участковую избирательную комиссию, в свою, в любую соседнюю, и спросить. Люди подскажут. То есть, сказав свой адрес, получат информацию, куда идти. Да, а также это было у нас опубликовано в газете «Время», в одном из номеров, полный перечень постановления главы администрации Щелковского муниципального района со всеми номерами, с привязкой адресов и расположением непосредственно участков. Ну, вот еще один такой щекотливый вопрос, который возник, наверное, не на пустом месте, конечно. Опять же, он касается, скорее всего, даже, наверное, в подавляющем большинстве случаев новых жителей нашего района, которые, не знаю, год или чуть меньше даже живут, зарегистрированы, естественно, по месту жительства, но, тем не менее, в день выборов пришли на избирательный участок, да, и не обнаружили себя в списке. Вот что делать в таком случае? – Тоже хороший вопрос. Действительно, такая проблема присутствует. Я заранее хочу извиниться перед жителями, если такая ситуация у кого-то возникала, ну или, не дай бог, возникнет. Мы о ней знаем, работаем с некоторыми тяжелыми, так мы называем, тяжелыми точками, да, почему тяжелыми в плане застройки. – Ну, это новостроек больше касается. – Новостроек больше касается, где численность возросла очень сильно, а часто управляющие компании не передают, либо не вовремя передают данные, либо просто их не передают. Поэтому многих людей в списках для голосования нет. Но это не значит, что люди не могут проголосовать. Избиратель, имеющий регистрацию по месту жительства и относящийся к этой участковой избирательной комиссии, даже если его нет в списках, он попадает в дополнительный список. Очень часто люди обижаются, говорят, почему меня нет в списках, я пришел голосовать. Уважаемые жители района, я приношу вам свои извинения за такие ситуации еще раз, но я вас очень прошу. Отнеситесь к этому, пожалуйста, снисходительно. Мы знаем об этой проблеме, мы стараемся ее убирать. Мы будем ее убирать. Более того, мы скажем, что в администрации создан специальный отдел, который занимается у нас регистрацией избирателей, списками избирателей. То есть там несколько человек, несколько компьютеров, которые занимаются только этим. Вы можете проголосовать, если вас нет в списках. Вы входите в дополнительный список, вас вписывают руками. Ваш голос никто не украдет. Дополнительный список – это точно такой же список. избиратель точно так же учитывается, точно так же получает бюллетень и точно так же голосует. Поэтому вот такая вот у нас ситуация именно по людям, которые иногда не попадают в списки. Хотя сейчас я уверен, что ситуация на президентских выборах будет намного лучше, нежели чем было до этого. Мы работаем в этом направлении. Если можно, Герман Игоревич, еще об одном нововведении, которое, так скажем, призвано облегчить жизни и работу как избирателей, так, наверное, и сотрудников избирательных комиссий. Вот есть такое понятие, да, технология QR или QR, да, как правильно, по-английски или по-латински. Вообще, что это такое? QR-код так называемый, да. Ну, знаете, у всех на слуху. Ну, вообще, что такое QR-код, да? Мы все знаем, что это такой квадратик с какими-то непонятными маленькими линиями, да, которые можно считать специальным сканером. Этот вопрос, наверное, уже больше касается не наших избирателей, хотя и их тоже. Объясню сейчас, почему. Он больше касается работы именно участковых избирательных комиссий. Это вот одно из тоже наших нововведений на этих выборах, да. Здесь в плане механизма ничего не поменялось, а вот в плане технологии улучшение поменялось. У нас теперь участковые избирательные комиссии, каждая из них, оснащена компьютерами и принтерами, компьютером и принтером. Стоит специальная программа у нас, вот ПППЗ, мы с вами говорили, специальный софт. И также на выборах будет специальное программное обеспечение стоять, ну, естественно, утвержденная центральная избирательная комиссия, избирательная комиссия Московской области, которая позволит печатать наш итоговый протокол, не заполняя его руками и ручкой. Это специально на компьютере, где заранее в каждой участковой комиссии получает флешку с программы, где уже внесены все члены комиссии, внесен адрес, и внесены все пункты из протокола в саму программу. И эта программа, самая интересная, считает так называемую логику и математику, да, то есть количество бюллетеней выданных, количество, допустим, испорченных, да, количество посчитанных, но, условно говоря, она позволяет в режиме большого калькулятора вбить все данные, не вносить их вручную, а вбить туда. Более того, если происходят ошибки, конечные в протоколе, да, она не дает распечатать. То есть она, так называемым еще, фактически, светофором работает или ревизором, который позволяет облегчить работу участковой избирательной комиссии в конце и выдать копии протокола любым желающим. То есть, допустим, находятся у нас, ну, те люди, которым, конечно, разрешено находиться на избирательном участке и разрешено получить протокол. Говорят, мы хотим шесть штук. Человек нажимает печать, раз, все шесть протоколов люди подписали, пожалуйста, на руки. Привезли к нам в территориальную избирательную комиссию, и нам не надо опять же вбивать руками, мы кладем на специальный сканер, крышечкой закрыли, данные ушли в избирательную комиссию Московской области через ГАЗ-выбор, точнее, в Центральную избирательную комиссию. Соответственно, и ускорение самого процесса. У нас, видите, одни ноу-хау, да? ППЗ, QR-код. Ну, правильно, век новых технологий. Век информационный, да. Поэтому, конечно, еще голосовать в электронной почте нельзя, но и, может быть, это и хорошо. Ну, и вот, подводя итог к нашему сегодняшнему разговору, давайте предоставим слово нашим избирателям. Сегодня утром мы специально с оператором вышли на улицу. Мороз был, конечно, очень сильный, но, тем не менее, народ достаточно активно принимал участие в нашем, так скажем, блиц-опросе. А я задал всего один единственный вопрос. Почему вы думаете, что 18 марта нужно прийти на избирательные участки? И вот такой, какой спектр мнений мы получили, давайте посмотрим и послушаем. Надо выбирать президента. А так что это самая обязанность нашего каждого гражданина. Нужно выразить свою волю, кто будет у нас будущий президент. Выбрать человека, который будет представлять нашу страну в международных организациях и вообще везде. Надо идти выбирать, чтобы нам было лучше жить. Чтобы у нас был хороший президент. Не знаю, если честно, я не считаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, то можно, в принципе, и не пойти. Не знаю я конкретно, почему надо. Просто ходят все. Надо же кого-то выбирать-то. Правильно? Любой человек должен быть ответственный на своем выборе, чтобы, как сказать правильно, кому он доверяет свою страну, кому он доверяет, в принципе, можно сказать, свою жизнь. Потому что от нашего руководства будет зависеть, как у нас будет в социальной сфере, в жилищной и во всех. Чтобы мы жили лучше, спокойно, без войны, без всего. То есть надо поддержать страну. Потому что надо определиться в нашем сильном президенте. Сильный президент – это сильная страна. Правильно? Ну, вот я могу сказать, что, хотя это, конечно, такой достаточно спонтанный блиц-опрос, но, тем не менее, хочу подчеркнуть, что претендует на достаточно объективность, потому что вот все 10 человек, мнения которых прозвучали в кадре, соответственно, могли высказать свою точку зрения. То есть мы ничего не утаили. Вот как люди отвечали, так мы их и показали. Ну, понятно, что не целиком, но, тем не менее, все рецепенты, так скажем, получили право голоса. Ну, естественно, те, кто согласился отвечать. Ну и вот, как видим, из 10, 8 человек, то есть 80% абсолютно уверены, что идти надо. Почему? Они уже сказали. Ну и вот буквально один человек, да, девушка молодая сказала, что, говорит, если не знаешь, за кого голосовать, то можно и не ходить, да, и достаточно пожилой мужчина сказал, что, ну, все пойдут, и значит, надо. Вот что бы вы хотели сказать этим сомневающимся, так скажем, потенциальным избирателям, конечно? Знаете, я скажу, наверное, кратко. У нас Конституция, наш основной закон, он гарактирует нам активное избирательное право и право выбирать президента. Все-таки события происходят у нас сейчас раз в 6 лет. Не поучаствовать в нем, ну, как-то даже, какой-то, интересно должно быть, да, пойти посмотреть. Ну и самое главное, все-таки выбор президента, это такая серьезная веха, да, в истории, ну, как бы, в жизни нашей страны. И чем больше людей выскажет свое мнение, свое желание, посмотрев на разных кандидатов и выброс из них самого достойного, тем, наверное, все мы вместе будем лучше жить, потому что все-таки мнение, наше мнение, да, оно должно учитываться раз, а второе, что все-таки мнение большинства, наше, повторюсь, мнение, оно правильное, это поможет движению вперед нашей страны. Я, наверное, всех призываю прийти на избирательные участки, особенно молодежь. И, кстати, хочу здесь сказать для молодежи, впервые голосующих, не для всей молодежи, да, потому что молодежь, понятие у нас широкое, для впервые голосующих, ребята, обратите внимание, будут подготовлены ценные подарки, действительно, для каждого впервые голосующего, да и вообще на избирательных участках у нас, вот здесь, если видно, лежит атрибутика, там, значки, магниты, наклейки, для, вот, впервые голосующих и ценные подарки, пауэрбэнки для зарядки телефона. Приходите, уважаемые жители, приходите голосовать, молодежь, девушки, парни, приходите, всех вас ждем, надеюсь, реально хорошая погода, как и на улице, так и на избирательных участках. Ну и уж, конечно, будет теплее, чем сегодня. Я очень на это надеюсь. Меньше трех недель осталось. Большое спасибо, Герман Игоревич, за ответы на вопросы, очень достаточно содержательный разговор у нас с вами получился. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо вам огромное, что пригласили. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был председатель территориальной избирательной комиссии Щелковского муниципального района Герман Верницкий. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова